друзья всем большой привет сегодня давайте порассуждаем на тему женственности в современном мире что такое женственность давайте сначала посмотрим определение из википедии это традиционная модель поведения и совокупность психических качеств женского пола которым обычно приписывают чувствительность нежность сострадательность заботливость но понятие женственности это тоже написано в википедии задается социальной культурной этнической и возрастной средой и это правда согласитесь сегодня женщина постоянно находится в ситуации когда она что-то кому-то должна она должна добиться успехов профессии хорошо зарабатывать содержать дом в идеальном порядке при этом выглядите ухоженно красиво и молодо а также успевать следить за детьми за их успеваемостью за их воспитанием конечно все это требует усилий времени бесконечными обязательства и ответственность переформатируют женщину не усиленно развиваются мужские качества давайте посмотрим какие мужские качества опять же из википедии противоположностью женственности является маскулинность то есть мужественность по-другому мужской гендерный тип что он себя включает такие черты как смелость независимость уверенность себе эмоциональный контроль рациональность по сути это противоестественно поэтому оборачиваются для женщины стрессами совершенно нового типа я вспоминаю себя когда я работала в банке с девяти до восьми вечера приходила домой уставшая дома муж двое детей всех надо накормить напоить подготовиться самой завтрак рабочему дню и про мужа не забыть при этом нужно следить за собой быть ухоженной и женственной но как я постоянно чувствовала стресс напряжение какую-то безысходность безвыходность день сурка я не понимала почему это к живу что это вся жизнь меня так пройдет единственным снятием стресса это были веселые выходные с подругами это была другая жизнь я как будто проживала чужую жизни свою навязанную мне обществом родителями окружением то есть ты должна получать высшее образование ты должна выйти ждам уж родить и так всю жизнь а разводиться нельзя это же позор останешься с двумя детьми мать-одиночка никому не нужно и что же делать непонятно ради самосохранения нужно возвращаться к себе сбавлять темп побольше здорового эгоизма регулярно напоминать себе что всех тел на свете не переделаешь всех денег не заработаешь всех шмоток не купишь ты не будешь никогда самый лучший самый красивый и несмотря на демографические призывы особенно сейчас это очень смешно рожать семеро по лавкам ты не воспитаешь хотя без сарказма я счастливая мама двоих детей но я никогда не буду обсуждать или осуждать женщин у которых нет детей по тем или иным причинам может быть они не хотят не знаю когда-то может быть люди поймут что не все должны жить по какому-то определенному шаблону и любые отклонения это не норма у женщин в первую очередь инстинктивно работает запрос безопасности не стабильности финансовом вопросе в отношениях или в других сферах жизни страшно рожать и вот пытаешься создать этот фундамент а тебе уже 30 лет а запросы уже другие ты не готова от первого встречного родить а потом тебе уже 35 40 и начинает подводить здоровье по итогу нет ребенка общество давит на женщину если не родила что-то с тобой не так или другой вариант когда женщина родила не имея точки опоры и вынуждена в приоритет ставить работу ради ребенка опять же потому что для нее важно удерживать за собой рабочее место чтобы сохранить свою финансовую независимость от мужа который может уйти налево так сказать спится умереть испариться я не знаю что-то с ним случится если ребенок все равно на тебе поэтому женщины боятся как она прокормить дитя поэтому не выходят на работу оставляют с бабушками с нянями но найдутся те ваши какие-то знакомые знакомые знакомых диванной критики которые назовут их кукушками бросившими ребенка ради карьеры а когда ты сидишь дома например следишь за собой за детьми и выглядишь при этом хорошо значит ты содержанка сидишь на шее у мужа а я если физическая оболочка не соответствует нормам в кавычках стандартам нынешнего времени тут и серая мышь домохозяйка смысл в том что всегда найдутся те кто осудит кто за спиной будет говорить гадости поэтому делаем вывод такой что не думаем о других не думаем о мнении кого-либо а любим себя фокусируемся на себе заботимся о своем теле и не даем негативному окружению влиять на наше настроение я кстати стала замечать что у меня в 90 процентах случаев хорошее настроение позитивная мысли какие-то мечты что-то планы цели но как только я поговорю с тревожными родственниками друзьями все меняется эта тревога она начинает меня съедать изнутри тоже как вот этого человека которыми об этом рассказал например или какое-то свое умное заключение она меня вылил негативное поэтому минимизируем такие моменты из всего вышесказанного потока немного резюмируем что же нам поможет открыть восстановить свою женственность первое это забота о себе о своем теле это спорт бьюти уход массаж check-up организм посещение врачей и профилактика болезни далее убираем негативное окружение как я уже сказала и переключая внимание на хобби и занятия которые вам нравятся и которые в перспективе могут принести доход это может быть бьюти сфера или танцы техники массажа создание уходовой косметики своими руками например вы варите шампуни из натуральных ингредиентов духи и крема дезодоранты маски также это создание одежды например бренд одежды свой маникюр йога стречинг вокал пение нутрициология диетология можно еще что-то придумать я не знаю пишите в комментариях так вот и продолжила себе историю когда я работала в банке я поняла что так невозможно я накопила денег и переключилась на сферу бьюти услуг стала предпринимателем открыла студию в торговом центре времени работа это занимало тоже немало я уставала особенно в предпраздничные дни когда очень был большой поток девушек клиентов это было дело которое мне нравилось и нравилось то что я могла делать себе выходные дни сама я могла контролировать процесс и я могла посещать поликлинику слава богу раньше я это не могла себе позволить потому что нужно было работать в банке я могла уехать например на неделю куда-то в отпуск опять же раньше работа в банке я не могла когда я работала с девушками я замечала у более женственных девушек такие качества которые я сейчас вам перечислю и также расскажу про свой опыт что мне помогло все-таки раскрыть эту женственность вот про девушку не были очень плавные у них была ровная осанка походка женственные манеры они не ругались матом и в принципе были не скандальными но при этом у них была функция заботы о себе в первую очередь а потом уже от других то есть если девушка чувствует что ей некомфортно что что-то не так она не смолчит она скажет об этом спокойным ровным уверенным тоном но без истерик таким же образом забота о семье детях присутствует помним эту фразу стюардессы из самолета сначала кислородная маска на себя потом на ребенка это казалось бы простые истины и многие психологи об этом говорят но мы забываем со временем мы кстати начали шутить нашей семье что если мама счастлива то есть я то есть вся семья счастлива и это действительно так задумайтесь над этим это одна из моих любимых топ фраз жизненных дальше улыбка улыбка вытекает из предыдущего пункта если в душе и в семье гармония все хорошо то вы часто улыбаетесь вы находитесь в ресурсе как сейчас модно говорить в потоке а когда вы в таком состоянии то соответственно эту энергию вы можете дать и своему мужчине своим детям окружающим людям помогать мотивировать вот это и есть женственность дальше эмоциональный интеллект нужно учиться понимать чужие эмоции быть эмпатичным у меня была такая подруга вот она приходила например в гости к нам и вроде все хорошо мы посидели попили чай так поболтали очень хорошо но уже поздно мне нужно укладывать и она сидит и сидит уже время там 12 она сидит уже время час ну ты же понимаешь даже пара тебе домой но она этого не понимала и также с мужчинами то есть она очень много навязывала себя другим людям вот то есть нужно понимать где пора удалиться где можно громко смеяться например театре вы не можете себе этого позволить а в баре с друзьями где располагающая атмосфера пожалуйста также расширение кругозора делает вас более интересным собеседником для меня это путешествия природа красота вокруг какие-то дизайны интерьеров это все так интересно вот у меня знаете жажда информации я себя впитываю как губка и естественно делюсь этой информацией с окружающими меня людьми с вами флиртуйте и шутите если мне есть о чем посмеяться с человеком значит нам по пути люблю веселых людей они мне заряжают позитивом и вот это межличностное взаимодействие происходит очень легко также не забывайте хвалить и быть благодарный делать комплименты другим людям также быть щедрой помогать тем кому сложно и когда вы помогаете другим у вас такое приятное ощущение внутри например это благотворительность не знаю я не знаю ну волшебно я не понимаю что с вами происходит но вы как будто наполняетесь энергией то есть отдавая вы наполняетесь это очень круто конечно ухоженность физическая оболочка внешняя физическая форма знаете я это оставил на потом почему потому что больше хотела поднять вопрос про внутренние трансформации но если эту тему затрагивать то обязательно нужно высыпаться уход за лицом телом косметически это опять же опрятность гигиена правильное питание спорт легкий макияж здоровые волосы блестящие и подходящие по ситуации гардероб оставайтесь гибкой то есть при всей вашей женственности расслабленности в критических ситуациях умеете дать отпор не позволяйте прогнуть вас потому что вы женственно то есть вы женственно но себя в обиду не дадите так любовь к себе любовь к своим близким забота и не сравнивать себя с кем-то а сфокусироваться на себе и наслаждаться процесса наслаждаться саморазвитием самовыражение такая информация сегодня друзья если вам было интересно или полезно то ставьте пальчики вверх и колокольчик нажимаете и подписывайтесь на канал всем желаю быть счастливыми красивыми здоровыми гармоничными всех слов и всем пока пока